Найти на территории гимназии четыре контрольных пункта. Вот таких вот. Что такое контрольный пункт и как его отыскать на карте? Некоторые участники с этими вопросами сегодня столкнулись впервые, поэтому перед стартом каждый класс проходил вводный инструктаж. Ознакомившись с задачами, ребята разбегались в поисках спрятанных контрольных точек. Всего по территории 15-й гимназии их было 15. Пойдём. Уже сколько? Всё, побегали туда. Как правило, состязание по преодолению дистанции проходит в незнакомой для участников местности. В этой части учеников 15-й гимназии правила были проще, но не менее интересны. Ориентирование по школьной территории началось с раннего утра и завершилось только к вечеру. Бежали все. С 1 по 11 класс принимают участие все ученики нашей гимназии. Плюс к нам присоединились детский сад, плюс к нам присоединились родители, плюс присоединились педагоги и в том числе я бегу. В чём приятный момент проведения этого мероприятия? У нас огороженная территория, поэтому с точки зрения безопасности это очень удобно. Проявив инициативу, собрав больше тысячи участников, 15-я гимназия стала главной ареной Всемирного дня ориентирования в Сочи. Инициатива проведения – это Международная федерация спортивного ориентирования. В прошлом году впервые провели в мире. С выше 80 стран участвовало, более 250 тысяч человек. На всех континентах участвовали. В прошлом году мы как-то пропустили этот праздник, но в этом году мы решили это сделать. И я очень признателен на гимназии номер 15. Они вышли с предложением сделать именно на их территории. На самом деле здесь как бы интересный лесочек есть, и полянки есть. И для ориентирования вообще идеальное место. В программе «Сочинская эстафета» – самый распространённый вид спортивного ориентирования соревнования по выбору. Это значит, что отыскивать контрольные пункты участники могли в любом порядке, но в заданном количестве. Для старшеклассников нужно было отметить на карте не меньше 12 точек. Для ребят помладше – 6, а первоклассникам найти всего 4. Помогали им родители, которые с не меньшим азартом проходили всю дистанцию. Не в первый раз мы участвуем, посвящаем детям какие-то дни спортивные. И задания были лёгкими, вместе, группой бегали. Эмоции просто зашкаливает. Бегали с детьми, как маленькие, проходили все преграды. По итогам старта в каждом классе определили лидеров. Им вручили медали. Сувениры и памятные дипломы достались всем участникам Всемирного дня ориентирования. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ».